Музыка Государство и частный сектор в Казахстане с 2016 года начали работать по-новому. В стране стартовало масштабное внедрение системы государственного частного партнерства. Это, можно сказать, альтернатива реализации социально значимых проектов на взаимовыгодных условиях. Здравствуйте, меня зовут Сергей Корняков, это программа «Кабинеты». В настоящее время на различных стадиях реализации уже находятся 102 проекта в самых различных сферах. Это и детские сады, медицинские учреждения, проекты в сфере инфраструктуры и ЖКХ. На каких условиях заключается соглашение и что государство делает для привлечения в эти проекты иностранных инвесторов? Беседуем сегодня с директором Департамента бюджетных инвестиций и развития ГЧП Министерства национальной экономики Нурымом Аязбаевым. Нурым Аязбаевич, здравствуйте. Меня зовут Сергей Корняков, программа «Кабинеты». Нурым Аязбаевич, на самом деле ГЧП – это не новый механизм. До этого в Казахстане существовали какие-то похожие схемы сотрудничества государства и частного сектора. Вот с принятием нового законопроекта, на ваш взгляд, что изменилось? Да, вы правы. Закон ОГЧП – это завершающая стадия всего формирования, то есть необходимой законодательной базы для урегулирования отношений между государством и бизнесом. С 2006 года у нас концессии существуют, уже три проекта реализуются. Также у нас и другие формы государственного и частного партнерства. Когда государство создает необходимые условия и создает определенные условия для бизнеса на взаимовыгодных условиях, мы пришли к пониманию, что те взаимоотношения, которые уже есть, необходимо усилить. И государство на международном опыте пришли к пониманию, что необходимо создавать более, расширять эти сферы сотрудничества, максимально привлекать опыт и возможности бизнеса, а также привлекать внешнее финансирование, грубо говоря, внешнее – это внебюджетное финансирование, к реализации тех функций, за которые государство несет ответственность. На опыте многих стран был с учетом рекомендаций международных финансовых организаций, в данной работе нам активно помогает Европейский банк реконструкции и развития, Международный банк реконструкции и развития – это семейный банк, АФС – это Международная финансовая корпорация, а также Азиатский банк. С учетом этих рекомендаций данный закон был проработан, обсужден с бизнес-сообществом, в первую очередь был с финансирующими организациями, а также с другими заинтересованными лицами. Есть компетенция субъекта квадригославского сектора, есть компетенция государственных центральных органов, есть компетенция местных исполнительных органов, есть компетенция и представителей бизнеса в лице национальной палаты предпринимателей Атамикен. Также есть роль, возможность, также прописанная законодательная возможность, участия в обсуждении проекта и финансирующей организации банки. Если банки раньше подходили, то есть бизнесмен готовил, то есть готовый идею с обсужденным, потом ходил и искал финансирующую организацию, теперь данная возможность представлена широко. То есть финансирующая организация в лице банков может уже на стадии обсуждения проектов уже обсуждать и говорить, на каких приемлемых условиях она готова финансировать. Как мы все понимаем, любой проект без финансирования, он нереализуем. Какие условия дополнительные создает, это вот, в частности, это такой инструмент, как гарантия потребления, который снимает определенные риски спроса с бизнеса. Данная возможность позволяет им за счет государства получать гарантию потребления. То есть то, то необходимые услуги, которые они оказывают, то есть по ним будет соответствующее потребление. И у бизнеса риски, сведенные к минимуму. Также со своей стороны государство предъявляет следующие требования к бизнесу, то есть бизнес должен оказывать на наилучшем уровне те сферы услуги. Если он не может такое оказывать, то соответствующий контракт он расторгается. То есть интересы сторон здесь в данном случае в данной форме соблюдаются. Я так понимаю, еще одна из главных целей – это привлечь именно бизнес-сообщество к управлению госактивами и также снижение нагрузки на бюджет. Да. Вообще, в целом, государственная частная партнерская является одним из неотемных инструментов разгосударствления экономики. То есть это выход государства из экономики, постепенно уступая больше места сфере экономики бизнесу, то есть частному сектору. То есть те сферы услуги, которые интересны бизнесу, почему бы ее не оказывать, не дать возможность им оказывать. Это как в нашей социальной сфере. Это у нас как детские сады, это поликлиники, это строительство инженерных сетей и других сетей, где есть конечный потребитель, который потребитель будет платить. Если в данном случае государство строит соответствующую инфраструктуру и в конце взимает плату за использование этой инфраструктуры потребителей, то есть это должен можно уступить частному сектору. Частный сектор строит ее, взимает плату с потребителей. То есть государство выходит. Также в той схеме, которую у нас предусмотрен в законе о государственном частном партнерстве, мы сделали, чтобы этот переход был не такой, как это одномоментный сразу. Тут у нас проработана с инженерной практикой национальный ГЧП называется, когда в лице государства может выступать субъект к власти государственной секции. То есть национальные компании совместно с частным бизнесом создают совместную компанию с последующим выходом с проекта. То есть экзит происходит с проекта, и данные наработанные остаются у частного сектора. Я знаю, что уже в этом году начинается реализация таких крупных инфраструктурных проектов. Например, Алматы ЛРТ или Алматинская большая кольцевая автодорога. Вот на какой стадии там находится реализация? Да, в настоящий момент у нас конкретно по городу Алматы у нас вот эти два проекта. Это ЛРТ, это, грубо говоря, лифтервисовый трамвай, который и также Большая Алматинская автомобильная дорога, которая идет в охоте. По Большой Алматинской автомобильной дороге у нас конкурс состоялся. Сейчас пришли две конституционные заявки, которые находятся у нас на рассмотрении. Самое главное в этом проекте, он большой проект. Он изначально у нас, с учетом тех цен, которые были объявлены, порядка 124,9 миллиарда. Это только стоимость строительства, а также оно должно находиться в эксплуатации в последующие 15 лет. То есть проект планировался с 2016 по 1935 год. Соответственно, дальше частный бизнес должен обеспечивать его содержание, эксплуатацию, за которую он будет получать соответствующие выплаты из бюджета. При этом по данному проекту у нас право взимания платы с автомобилей оставлено за государством. То есть мы передаем, конституционные все строят, но взаимоотношения между потребителем услуг, в частности это владельцы, которые проезжают, и это остается за государством. То есть тарифы и все другие, это как бы за государством остается. По проекту ЛРТ, ЛРТ у нас начат в этом году, в настоящий момент уже ТЭУ по проекту разработано. Проходят соответствующие экспертизы. Привлекаются консультанты совместно с Европейским банком реконструкции и развития, который тут конкретно банк, который профинансировал саму разработку проекта и который изъявляет желание профинансировать сам проект. То есть какой консейнер частного бизнеса мы выберем, он готов ему предоставить в соответствии с финансированием. Сейчас совместно с ЕБРР и Акиматом Алматы идет подбор консультаций по разработке конкурсной документации. После принятия вот этого законопроекта наблюдается ли какая-то активизация со стороны иностранных инвесторов повышенный интерес, может быть, какой-то? С принятием и до принятия в ходе обсуждения у нас уже с прошлого года уже поступает довольно много предложений как со стороны иностранных инвесторов, так и с наших отечественных инвесторов с разными проектами вот эти данные письма. Как к нам поступают, так и в государственные органы по разъяснению положения, как они могут принять участие с учетом открывшихся возможностей. Разъяснения нами даются. Сфера интересов для иностранных инвесторов, это инфраструктура в первую очередь, они готовы. Это социальная сфера, это дошкольное образование тоже проявляет интерес. Сфера здравоохранения проявляет интерес. Среди наших местных бизнесменов это большинство тех бизнесменов, у которых имеются готовые объекты и которые готовы вступить в взаимоотношения в государственных предоставлении тех услуг, в которых государство нуждается. Спасибо, что уделили нам время. Успехов в вашей работе. Спасибо. Спасибо.